Добрый день! Хочу показать вот такой прекрасный домик, который есть у нас в Рязани на улице Свободы. Это здание богодельни Китовых, в которой сейчас находится наше региональное министерство образования. Про этот домик входит интересная легенда, что когда его построили, то получилось так, что были три сестры Китовы, которые решили поиграть в лотерею, и выиграли в эту лотерею 200 тысяч рублей. И вот на эти 200 тысяч рублей они вместо того, чтобы построить себе что-нибудь для себя, потратить деньги на всяких разных курортах и прочих казино, они решили потратить деньги на плохое дело. И в 1900 году отгруппали вот такую интересную богодельню в эклектичном стиле, в котором тут вон и всякие разные русские, которые на самом деле итальянские стили присутствуют, и модерновые, и чудо-то не присутствуют. Но вся фишка в том, что эту легенду про выигрыш придумали уже в советские времена, и ноги растут из книги Евгения Каширина про губернское Рязани. А на самом деле этот участок действительно принадлежал семье Китовых, но только семье Китовых не было нужды выигрывать эти деньги в лотерею, потому что семья Китовых была совсем даже не бедная, а очень даже богатая. И эта семья, она владела, например, в деревне Новики, потом купила еще и село Шереметьево, там, где сейчас располагается у нас такой большой спальный район Дашковых и Сочнях. И вот у Павла Петровича Китова, который был предварителем уездного дворянства Спасского уезда, было много детей, в частности, две дочери, Федосия и Анастасия. Вот по их завещанию была построена эта богательня в 1900 году. А интересна эта семья еще и тем, что один из братьев этих сестер Китовых был декабристом. Но, правда, он не попал в число тех пяти знаменитых декабристов, которых повесили на кранверке Петропавловск-Крепский. Да и в Сибирь его сослали немного неудачно, ну, потому что он был не самым важным из декабриста, то есть в число осужденных он официально не попал. Звали его Петр Китов, и в ходе следствия выяснилось, что он в декабристский обществе-то был принят, но ничего толком сделать не успел, в разговорах немножко поучаствовал, кого-то там принял, в бунты никакие не готовился. Поэтому его просто перевели тем же чином в гарнизон Омский полк. Там он пару лет послужил, потом родственники постарались его перевели в действующую армию, сначала на Кавказ, а потом тут как раз началась война с Турцией 1828-1829 года. И на этой войне он даже получил орден Анны Третьей степени, не на шею, но за подвиги. В результате Николай его простил, позволил ему в 1831 году идти на дембель, ну, а дальше он служил в южных регионах, в частности у Воронцова, того самого, у которого служил и Стеопальный Пушкин в свое время. Вот там же служил и Петр Титов. А другой его младший брат Владимир, тут наоборот у того все было замечательно. Он жил в Петербурге, в Москве, хорошо зарабатывал, был чиновником, купил себе шереметьев, как я говорю, владел новиками. Все у него было прекрасно и замечательно. Был он богатый человек, а вот его сестры на свою долю, сестры у него были, кстати, не замужем, так и остались старыми девами, поэтому наследством оставлять его некому, и они решили просто потратить деньги вот на то, чтобы построить такой красивый дом. Наняли лучшего губернского архитектора, говорят, вот обостроили все по последнему слову техники, и буквально перед революцией появилась такая богательня. А потом после революции тут сначала была больница, потом был туберкулезный диспансер, ну и сейчас все до сих пор, это можно сказать, учреждение медицинское в какой-то роде, но только чиновники. Здесь у нас министерство образования, ой, министерство отставить, министерство здравоохранения региональное. Вот такой красивый домик.